Меня зовут Морозова Ольга, я являюсь научным сотрудником Института психологии Российской Академии Наук и сотрудником Московского центра исследования ВИДИИГ. Моя диссертация, моя научная деятельность, она посвящена исследованию интеллекта и творческих способностей человека, креативности. Но последние пять лет я очень активно занимаюсь именно темой ВИДИИГ. Я работала с киберспортсменами как психолог спорта, помогала им готовиться к турнирам. Я до сих пор активно сотрудничаю с Федерацией киберспорта, вхожу в экспертный совет по киберспорту при Государственной Думе и веду свой проект, свой паблик, грубо говоря, там сайт, название «Игрология», где я рассказываю о научных исследованиях ВИДИИГ. Собственно, сегодня я пришла вам, чтобы прочитать доклад на тему «Что науке известно о женщинах-геймерах?», как там точно звучало? «Что науке известно о женщинах-геймерах?», да. Но, конечно, это очень большой вопрос, и за 15 минут я не могу его рассказать полностью, но я надеюсь, я расскажу вам хотя бы парочку интересных исследований, что-то, чтобы дать вам какую-то пищу для размышлений. Собственно, в последние годы ученые очень активно изучают ВИДИИГ, я говорю в первую очередь, конечно, о психологии, потому что я психолог, количество работ, количество статей, написанных на тему ВИДИИГ растет в геометрической прогрессии, но при этом большинство из них, конечно, до сих пор посвящено темам игровой зависимости. К счастью, постепенно ситуация меняется, и появляется все больше работ, которые говорят о том, какие эмоции вызывают в ВИДИИГР, почему люди играют в ВИДИИГР, как игра в ВИДИИГР меняет отношения людей к себе, то есть поднимают более сложные, более интересные, на мой взгляд, вопросы разнообразные. Как много таких работ посвящено женщинам-геймерам? Как много таких работ задают вопросы конкретно о женщинам-геймерах? Почти никто не сдаёт. Почти ни одна работа, очень мало работ, которые нацелены в чай-то-тукаворту. Более того, всё даже ещё хуже. Обычно, когда мы проводим научные исследования, чтобы сделать какой-то вывод об общей популяции, об общем влиянии ВИДИИГР, по научным стандартам нужно собрать участников, которые будут наполовину мужчины, наполовину женщины, потому что если у нас будут одни только мужчины и одни только женщины, мы можем говорить, что мы там что-то нашли для группы, а не для всех. Но, к сожалению, вот именно в области исследования ВИДИИГР очень часто это правило нарушается, и в итоге в выборке все мужчины, и просто прямо в статье написано, ну извините, мы не нашли женщин-геймеров, поэтому у нас там все мужчины, и при этом выводы, которые делаются там в заголовках статьи, в обсуждении результатов, они на самом деле при этом нацелены на всю популяцию. То есть все речь идет о том, что вот мы нашли что-то для всех. Ну это такая вот очень спорный момент. Собственно, какие все-таки вот, какие вот все-таки работы, какой тип работ все-таки поднимает женский вопрос? Наверное, это работы, нацеленные на вот исследование именно стиля игры женского, и причин, почему женщины играют, вообще их предпочтение, да, там, что им нравится, на что они нацелены. Конечно, это такие вот работы на стыке психологии и социологии, которые выполняются чаще всего по заказу индустрии, по заказу маркетологических агентств, чтобы они знали, как таргетировать женщин, какие под них продукты делать. Собственно, там достаточно интересные результаты выявляются. Ну вот, как вы, наверное, знаете, сейчас женщины-геймеры составляют почти половину всех геймеров в мире. В 2017 году по статистике было 46% от общего числа, это женщины. Там была, собиралась статистика по 13 ведущим с точки зрения игровой включенности стран мира. При этом женщины играют в основном в мобильные игры, это их вот центральная, скажем так, сфера. На самом деле мобильный гейминг сейчас это самая быстро растущая область индустрии, она уже перевалилась за 50% по объему рынка, но при этом мужчины, скажем так, хотя они много играют в мобильные игры, они играют сразу на нескольких платформах. Они много играют на ПК, они много играют на консолях. Женщины прямо сосредоточены в мобильной среде. Кроме того, выявляется очень интересная особенность того, как женщины, например, выбирают для себя в виде игр. То есть женщины обычно начинают играть во что-то новое, потому что им посоветовали друзья, или кто-то в их семье что-то новое поиграл, то для них именно вот их референтный круг, их близкие – это вот самое важное, откуда они получают информацию об играх. Для мужчин это не вполне так, гораздо меньше мужчины опирается на мнение близких, гораздо больше смотрят видео на ютюбе, например, читают какие-то статьи по виде играм и оттуда как бы формируют свои ожидания, формируют какие-то там намерения во что-то поиграть. Конечно же, выявляются очень четкие жанровые предпочтения. То есть мужчины, как вы, наверное, можете догадаться, очень любят экшен-игры, в первую очередь шутеры, они любят спортивные симуляторы и они любят стратегии. Женщины тоже любят стратегии, но вот у них, особенно на мобильных устройствах, идет резкий уклон к головоломке и по аркадной игре. И карточную тоже. Что, мне кажется, наиболее интересно и очень важно знать, это то, что женщины не идентифицируются как геймеры. То есть они не говорят, большинство женщин не говорят себя как о геймерах. Из всех людей, которые считают себя прям заядлыми геймерами, 70% это мужчины. Это на самом деле большой перекос. То есть мужчина, он скорее скажет на вопрос, ты играешь, ты считаешь ли геймер, он скажет да, и для него это будет значить, что он хочет играть со своими близкими, он хочет тратить на это деньги, он развивается в этой сфере, он прямо активен, он понимает, что он вкладывает в это время и ресурсы, и это хорошо. Женщина же для нее это некое побочное дело, то на почве чего она не вешает на себя некий ярлык. И, к сожалению, это также выражается в том, что женщины, наверное, выражается в том, что женщины гораздо меньше денег приносят в индустрии, то есть они все-таки меньше платят в виде игрок, что в принципе поддерживает то, что в итоге акцент на специальности идет на мужчину. И мужчины лучше реагируют на рекламу, которую дают различные агентства, то есть всякие вот ролики и так далее, мужчины гораздо более рецептивны, и это может быть потому, что эти рекламы нацелены на мужчин, а может быть просто потому, что мужчины, например, считают, что это под них, ну, считают, что в виде игры это для них, женщины считают, что в виде игры им нет места, что для них это лично необычное, что они превосходят какие-то нормы, когда включаются в виде игры, поэтому они должны меньше менять идти на рекламе. То есть в итоге мы видим такую очень сложную картину, где намешаны характериологические особенности, гендерные роли, исторические особенности того, что эти игры изначально создавались по внущейся индустрии, изначально, в начале росла по внущейся индустрии. В твоем докладе ты об этом не скажешь. Нет, не моя доклада, просто это не очень много. Но это факт. Изначально на этой дуэзии задавали такие снижения. Я буду консилиансирована на следующем июне, на... А, чувствительное посетование? Я продолжу, хорошо, давай мы с тобой потом, после конца, продолжим. Все исследователи, которые я читала, все аналитические работы, которые я читаю, обсуждают корни, скажем так, этого умонастроения, что в виде игры это мужское занятие, они находят его, скажем так, на ранних этапах, что эта культура складывалась вокруг мужских занятий, вокруг мужских траекторий. Реклама изначально формировалась под больше суклонов, под мальчишеские увеличения. Ну, окей, посмотрим. Ну, даже когда мы берем не просто смотрим некий срез по всем женщинам, просто, всем геймерам. Когда мы берем конкретные игры и смотрим, как мужчины и женщины играют конкретно, допустим, World of Warcraft, игру, которая популярна и у женщин, и у мужчин. Даже когда мы смотрим, мы находим различия в поведении, различия в стиле игры. То есть женщины, например, играя в MMORPG, в частности World of Warcraft, они больше ищут возможности общения, участия в каких-то совместных событиях, они больше склонны исследовать мир. А мужчины, они стремятся к соревновательным элементам, для них важны ощущения победы и для них важны, там, ПВП, да, способность сразиться именно с противопротивостояния с другим живым игроком. Интересно, что это выражается в то, какие гильдии вступают мужчины и женщины. Например, женщины, они скорее тяготят, там, скорее вступают в гильдии, в которых есть такой вот более мягкий стиль управления, где нет жесткой иерархии, где люди приходят туда не для того, чтобы качаться, да, а развивать персонажей, для того, чтобы больше, да, действительно пообщаться на тему игры, где нет жесткой системы наказаний. Мужчины в большей степени, хотя, ну, тут, конечно же, тоже есть распределение, мужчины в большей степени тяготеют к гильдиям как раз более жестким, с жесткой иерархией, с жесткой структурой, с жесткой дисциплинарной системой. Такие вот интересные особенности. Несмотря вот на все то, что я сказала, да, это мы, как бы, мы констатируем по поводу, как бы, общего, да, по поводу средних для женщин. Но если мы берем, например, только женщин, которые идентифицируются к геймеру, которые четко о себе заявляют «я геймер», то именно вот в этой узкой комборции мы находим другие проявления, то есть мы находим, что как раз эти женщины, они, например, относятся не негативно к жестоким виде играм, им нравятся соревновательные элементы, они к ним стремятся, они стремятся соревноваться с другими игроками, им нравится побеждать, особенно побеждать мужчин в играх. То есть, если мы берем женщин, геймер, которые идентифицируются, совершенно другая картина. И вот как я все это рассказываю, да, и это выглядит довольно-таки, ну, спорно, да, то есть вот я не буду в это укрепляться, но я уже немножко заметила, да, что здесь смешиваются самые разные факторы, не ясно, насколько это естественное поведение для женщин, насколько это просто их способ собладания с некими стереотипами, с некоторым давлением со стороны общества. Остановлюсь, я, может быть, недостаточно раскрыла, что и характериологические основания тут могут быть. Например, то, что женщины по всем исследованиям, по большинству исследований, демонстрируют определенные отличия от мужчин по каким-то характеристикам, например, они более склонны к согласию, они больше избегают конфликтов. Да, это довольно устойчивая разница, которую мы фиксируем, и она может определять то, что, например, женщины в итоге не хотят играть в игры с конфликтами, военные, да, может определять. Ну, собственно, двигаясь дальше, это спорная ситуация. На самом деле проблемы, еще глубже, на самом деле проблем гораздо больше, чем то, что видно чисто во взгляде на эти данные. Видите ли, вторая область, которая, скажем так, очень сейчас развита в исследованиях видеигр, это исследование влияния видеигр на умственные способности игроков, как они меняют наши умственные способности. Исследования, которые там проводятся, очень сильные, то есть они отлично организованные, у них, может быть, немножко страдает размер выборки, но публикуются в лучших журналах, очень достроенная область. Как там обычно проводятся исследования, это важно понимать, да, берут, например, людей совершенно без игрового опыта и мужчин, и женщин, оценивают их какую-то отдельную умственную способность, например, их внимание, зрительное внимание, потом сажают их перед компьютерами, они в течение нескольких часов, ну, в течение нескольких дней, по нескольку часов играют в виде игру, и потом, значит, снова оценивается их внимание, снова оценивается эта умственная способность. И мы смотрим, делаем выводы. Если у них улучшилось по сравнению с контрольной группой, которая не играла в виде игру вообще или играла в какую-то другую виде игру, которая не улучшает способность, если у них улучшилось, мы говорим, да, это виде игра, вот этот, скорее, жанр виде игр, он улучшает данную умственную способность, он улучшает это внимание. И вот за последние годы было найдено очень много данных, очень сильных, про то, что виде игры улучшают самые разные умственные способности, это и зрительное внимание, это и восприятие, даже, там, восприятие на слух, строку слуха, это счет, это когнитивная гибкость, очень много разных. Ну, я хочу, ладно, не буду проотказать. Есть один момент. Развивают, да, виде игры развивают, но развивают не все жанры. Какие жанры развивают эти умственные способности? Экшн-видии игры, в первую очередь, шутера первой и третьей полиции. Головоломки, простые аркадные игры, игры такие типичные, там, социальные, как там, ферма, вот такого рода игры, они не развивают эти когнитивные функции. Их даже часто используют как раз как контрольное, да, вот, воздействие. Воздействие, которое, вот, ну, когда делим группу, да, то есть, на игре играет в экшн-игру, другая, вот, какой-нибудь тетрис, и мы смотрим, одна улучшает, другая улучшает. Да, то есть, то есть, а, собираясь на то, что я сказала раньше, да, мы уже понимаем, что люди, которые играют в экшн-шутер, они в первую очередь мужчины. Передом чуть более конкретно пример, возьмем, например, пространственные способности. Науки, как бы, это очень дискуссионное, вообще, поле, но вот, я бы сказала, большинство работ склоняется к тому, что мужчины, женщины, отличая, женщины превосходят мужчин в вербальных способностях, они, у них богаче, словарный запас, они лучше формулируют предложения, они проявляют более, больше креативности, вербальной, а мужчины превосходят женщин в пространственном мышлении. Пространственное мышление предполагает, это ориентация в пространстве, это вращение объектов в мыслительном поле, это оценка размера положения предметов, ну, целый ряд вот таких вот пространственных функций. Пространственное мышление очень важно, потому что оно лежит в основе успеха в ряде ключевых профессий. Как раз вы, наверное, слышали с тем профессии, в которые входят инженерия, хирургия, финансы, там, авиация, архитектура, вот, такого рода профессии, они очень плотно опираются на пространственное мышление. То есть, насколько лучше у человека это развито, настолько более успешно, он, скорее всего, это его. Очень, очень, в области будет, это очень хороший предиктивный фактор. И, ну, вообще, даже освоение математики, в принципе, математическая операция, это, на самом деле, пространственная операция. В всем профессиях мужчина принадлежит больше трех четвертых рабочих мест. Да? То есть, мы наблюдаем, очевидно, некий разрыв. Истоки этого разрыва очень тоже дискуссионный вопрос. Многие ученые склонны говорить, что это средовой факт, средовой результат, что просто от того, что мужчины и женщины взрослеют в разных условиях, у них по-разному развивается пространственное мышление. Мужские ходви, мужские занятия, типа охоты, рыбалки, такого рода классические занятия, там, копание в машине, там, да, вождение, и так далее, они лучше развивают пространственное мышление. В нашей Гории, в последние, да, десятилетия, ученые начали подчеркивать влияние другое, да, в виде игр, собственно, мужчины играют очень много в шутере в экшен-виде игры, они развивают очень хорошо пространственное мышление. Более того, это было даже подтверждено в ряде экспериментов, еще в 90-е годы проводились эксперименты на таких религиях, как Battlezone и Zaxxon, по-моему, да, где было показано, что дети и взрослые, которых тренировали на этих виде играх, они опережали во всех тестах на пространственное мышление людей, которые не тренировались. Так вот, что еще даже интереснее, чем это, это то, что вот последний, я не думаю, в каком году, по-моему, в 2012, может быть, я вру, ученые взяли как раз выборку, где были и мужчины, и женщины, и в течение 10 часов тренировали их играть в медалфонах. Изначально ни у мужчин, ни у женщин не было игрового опыта. По итогам оценивали их пространственное мышление и выяснили, и выяснили, что женщины как бы не только, скажем так, сократили, догнали, да, отставание, которое у них было изначально от, ну, в начале, вообще до тренировки, они натренировались так же хорошо, как вот люди, мужчины, которые тренировались, то есть они, разница вся исчезла, то есть в итоге они даже стали лучше, чем, грубо говоря, те мужчины, гипотетические, которые вообще, ну, как, не играют, да, то есть они, выгода от этих 10 часов игры в шутер, в медалфонах, у них было даже больше, чем у мужчин, которые играли в медалфонах. Ну, я, более-менее понятно, да? Да, да, да. Прекрасно, да, отличный результат, который подчеркивает, что женщинам полезно играть в экшен-иди-игры и шутеры, но что мы можем поделать с тем, что эти игры, им неинтересно, что просто, если мы ничего, ни на что не воздействуем, просто смотрим на расклад, оказывается, что женщинам эти игры неинтересны. Неинтересно им, потому что им не нравится бандюшка, потому что им не нравится конфликты, или неинтересно, потому что им сложнее, и значит, что у них уже есть оставание в пространственном мышлении, им сложнее начать играть в эти виде игры, потому что у них просто хуже получается, да, они не выигрывают в Overwatch, они не выигрывают в Call of Duty, им сложнее сходить эту игру, естественно, они не будут у них играть. Неизвестно, да? Можно призвать разработчиков к тому, чтобы они создавали игры с теми же механиками, да, как и военные виде игры, но в более, там, милом, в более добром контексте, да, потому что, конечно же, это не сама жестокость развивает пространственное мышление, это, конечно, развивает просто особенность нагрузки, то есть это яркость событий, высокий темп, быстрый, сложность карт, да, в которые перемещаются игроки, сложность когнитивных карт, которые на этой основе создают, да, вот такого рода вещи, вот они развивают русскую способность. Это может быть сделано в контексте добрых невоенных изделий. Более того, возьмем, например, другое исследование, у меня есть еще чуть-чуть время. Возьмем другое исследование, оно не такое хорошее, оно качественное, оно в основном проведено на основе анализа текстов и сама отчетов, а не экспериментальным методом, но тем не менее, да, вот ученые задались вопросом, не влияет ли опыт игры-бедиггеры на то, какие с ними люди? И как мы делаем? Ну, на самом деле и сон, и игра-бедигры это погружение виртуальной реальности, это погружение в некую реальность, которая не существует, но в которую мы верим в этот момент погружения, которая может нарушать, в которой может абсурднейшие законы быть, которая может нарушать нашу всю здравую логику, но вот погружаясь, мы принимаем эти новые законы без вопросов, мы можем, например, не говорить или не может двигаться, но для нас это устраивает, когда мы действуем по закону. Ученые спросили, вот действительно, люди, которые много играют в виде игры, не видят ли они сны иначе? И они провели вот это исследование, даже несколько, по-моему, в течение 2012-2016 года они проводили исследование, смотрели самочет и выяснили, что геймеры действительно видят более яркие сны, они чаще осознают, что они спят, и они гораздо легче воздействуют на события сна. То есть, если у вас какой-то во сне разворачивается сна, например, на вас нападает дракон, то вы можете тут же призвать к химке хаосу, отрастить себе тоже крылья, взлететь и уничтожить дракона, вы контролируете, геймеры контролируют события сна. К слову, это не проверялось, но вот не только сон на виде игры ученые соотносят, но еще и погружение в наркотическое опьянение и медитация. То есть, наркотическое опьянение и медитация это тоже погружение в виртуальную реальность и, может быть, в будущем появится исследование, которое изучает, отличается ли поведение геймеров в этих двух других состояниях. Но пока что нет. Конечно же, вот это преимущество, вот эта способность быть активным во сне и менять обстоятельства сна, это очень помогает противостоять кошмарным снам. То есть, когда с тобой происходит что-то очень страшное и тяжелое, оно перестает для тебя быть этим страшным и тяжелым, если ты отвечаешь угрозе своей собственной агрессии. Если тебя напал маньяк, ты можешь его сам уничтожить. Причем уничтожить в доминирующей форме, если ты контролируешь события сна. Прекрасно. Настолько прекрасно, что это даже поднимает еще один аргумент, почему видеигры стоит использовать военным. Почему видеигры уже сейчас используются военные. очень активно, потому что, когда ты пережил какое-то травматическое событие, столкнулся с смертью лицом к лицу на поле военных действий, тебе может быть выгодно потом поиграть в виде игру, потому что, например, во-первых, это снижает твое... Ну, это немножко другой успех, но, то, что это яркое зрительное воздействие снижает яркость воспоминаний, это отдельно. Ну, да, и то, что потом, когда ты будешь спать, ты... твой игровой опыт позволит тебе быть более активным, когда твоя психика вернет тебя в эти травматические обстоятельства, а при вот возникновении травмы это очень часто случается. К сожалению, все то, что я говорю, в меньшей степени относится к женщине. Как раз в этом исследовании было показано, что женщины в... Пойди, пигуняйся. Женщины-геймеры в кошмарных снах, потому что у них тоже были вот эти аспекты контроля, аспекты осознания, что они спят, это все осталось, но в кошмарных снах они чувствовали, продолжали чувствовать себя беспомощными, им было страшно. Более того, они видели кошмарные сны даже чуть чаще, чем женщины без игрового опыта. Почему? Потому что женщины, по мнению, одно из заповедей с ней, то, что женщины играют в другие игры, чем мужчины, да, то есть, когда они смотрели женщины-геймеры, они смотрели, в принципе, женщины, да, которые играют, может, в Марио Карт, или какой-нибудь, назовите их, игру, Sims, с плотунами, Legend of Zelda, или как это, как это? Ну да, но, Legend of Zelda, в принципе, экшен игра, так что, по крайней мере, а что, год назад, что-то, Stardew Valley, какой-нибудь, Sims 3, да, ну, да, то есть, да, мы все еще, да, в контексте, совладания с кошмарными снами, наиболее, продуктивным, наиболее ценным, оказывается, опыт игры в военные сны, потому что, это дает тебе определенные навыки сражения в виртуальной реальности, правильно, да, если же мы, играем в Марио Карт, и мы встречаемся с маньяком, у нас нету эффективных способов ответа на эту угрозу, к сожалению, к сожалению, вот так выходит, то есть, это дает какой-то empowerment, грубо говоря, но если вопрос в конце, ну, это не вопрос, но, ну, не совсем, не совсем empowerment, ну, как, по факту это происходит empowerment, то есть, во сне ты перестаешь чувствовать страх, но, это просто дает тебе навык, то есть, от того, что ты развил навык работы в одной виртуальной реальности, попадая в другую виртуальную реальность, в сон, ты тоже можешь применить эти навыки сражения, да, то есть, опять же, качественное исследование на основе анализа текстов и самоотчетов, но вот такие результаты получены. Еще одна причина, почему жанровые предпочтения женщин, в принципе, могут быть проблемой, могут быть проблемой. Наверное, последнее, что я хочу рассказать, у меня уже выбрался, наверное, за свои виртуальные. Наверное, я хочу рассказать чуть-чуть про то, как сейчас гендизайнеры пытаются делать эти видеоигры более women-френдли, да, они пытаются что-то делать для женщин, но при этом они делают это в опоре на здравый смысл, а не на научные данные, которые порой рисуют гораздо более сложную картину. Вот, например, тенденция делать женских персонажей в видеоиграх менее сексуальными или менее гиперидеальными, как это говорится. То есть вот в 2010 году, например, учёные подсчитали, что 40% женщин в виде играх имели сверхтонку талю, а, по-моему, 36%, по-моему, процентов имели сверхбольшую блюзь, особенно большую блюзь. Тенденция после этого была как раз на то, чтобы делать нечто более естественное, фигуры более естественной. Эти геймдизайнеры старого образца подверглись критике, что такие фигуры недостижимы. Это не то же самое, что, например, сделать гипермускулистого мужчину, который может накачать себе эти мышцы. Да, это сложно, да, это тяжело, но вот гиперидеальная женщина с гиперидеальным телом это просто результат хирургических операций, правильно? То есть нельзя просто взять, попробовать, на диете посидеть, и у тебя появится огромная грудь, или как будто у тебя нет ребра, вот сверху он катали. То есть некий вот разница. Так вот, но все это время, пока шла критика, пока геймдизайнеры делали более эллистичные тела, начали делать, все это время ученые проводили исследования, и исследования на самом деле показывали очень интересные результаты. Например, то, что на самом деле женщинам нравится играть за гиперидеальных женщин в виде играх, и то, что в специально организованных исследованиях после игры за гиперидеальную женщину отношение женщины к собственному живому телу улучшается. То есть для всех других медиа был найден кардинальный противополож. То есть если мы, например, смотрим на изображение фотомоделей на глянцевых журналах, или мы смотрим на телевидение, где-то выступали, приукрашенные тоже женщиной, наше отношение к нашему телу ухудшается. Доказано, в многочисленных исследованиях практически нет дискуссий на этот счет, а вот в виде игр все наоборот. Если мы видим именно гиперидеальный персонаж, это воздействует на женщин позитивно. Почему? Ну, наверное, потому что мы не пассивно воспринимаем этого женского персонажа, а мы оказываемся в его... Мы срастаемся какое-то время, срастаемся с этим персонажем. И в момент срастания может происходить наверное тот самый эмпауэрмент. Ученые называют это еще эффектом Лары Крофт, что женщины настолько редко сталкиваются с сильными персонажами в медиа, что в момент, когда они находят такие этого персонажа и даже могут виртуально поставить себя на его место, это производит на них очень положительные эффекты, и они начинают лучше относиться к самим себе. Более того, как бы это косвенно подтверждается в других исследованиях, там это называется эффектом протея, когда мы в виртуальной среде, например, человеку даем аватар допустим высокого роста, он начинает вести себя более уверенно, он внутри виртуальной среды себя ведет более уверенно, и когда мы возвращаем его в реальность, где он на самом деле низенького роста, какое-то еще время, не очень долго, ну там в виртуальной реальности ведет себя более раскрепощенно, да, там очень флиртует со своими собеседниками, ближе подходит там, да, физический контакт, и потом, когда мы возвращаем его в реальность, тоже какое-то время он более раскрепощен, да, то есть эффект в виде иго, который оказывается в виде иго, он отличается от эффекта традиционных медиа, и вот в связи с женщинами, да, в связи с гиперсексуальными, гиперидеальными персонажами, может быть более, скажем так, здоровым воздействием, было бы, наоборот, оставить эти гиперидеальни супергероев, там, ассасинок, волейболистов и так далее, да, то есть действовать в противоположность, а сейчас на удивление в тех же исследованиях, о которых я рассказываю, было найдено, что как раз у мужчин, когда они играют за гипермускулистых персонажей, просто вот бочек таких из мускулов, у них отношение к своему телу ухудшается, при том, что каких-нибудь там инжастис, например, если мы посмотрим, то вот последний инжастис, то мужчины там суперраскачанные супергерои, да, женщины, наоборот, сделаны реалистичными, у них там все так очень убедительно, да, вы вообще может на улице встретите без проблем такую женщину, да, то есть кардинально, то, что делает геймдизайнер и то, что в принципе показывают сейчас научные данные, кардинально различаются. Ну, в общем, да, интересный такой вот исход. У меня небольшой вопрос. Да. Как раз касательно разного отношения к очень хорошо выглядящим персонажам в зависимости от пола. Это получается, что девушки наоборот, как вы сказали, чувствуют себя лучше, а мужчины хуже. Ну, на своем примере могу сказать, то, что да, совершенно согласен. Я предпочитаю играть в данной ситуации вообще за женских персонажей чаще. То есть мне больше хочется смотреть на то, что мне нравится и не постепенно сказать, может быть, кем я хотел бы быть. Но с мужским персонажем это почему-то действительно не прокатывает. То есть я не могу сделать сильного персонажа и чувствовать то же самое, как я смотрел бы на женского. Вот интересно, да? Это все еще не до конца понятая тема, да? Мы не до конца понимаем причины и следствия всего этого, но вот какие-то данные есть. То есть я начинаю себя очень сильно укорять, когда я играю за... Доклад дослушаем, мы все записываем. Нет, на самом деле мы... Я, в принципе, я самую часть закончила. Наверное, хотелось бы просто добавить к рассказу, что женщины, если мы смотрим ММОРПГ, женщины любят играть за более розетых персонажей, например, да? То есть если дать женщине возможность создавать персонажа, если мы смотрим там средний, берем выборку, женщины скорее разденут свой персонаж больше. Ну вот в такой роли. Понимаете, я не говорю, что это некое врожденное свойство, или там, да? Это может быть вполне итогом разрушительного влияния общества, что женщины настолько загоняют в мысли о собственном теле, например, что они в итоге, попадая в виртуальную среду, воспроизводят эти стереотипы и укрепляют это для себя. Это можно смотреть как с интересом, так и со страхом, с грустью. Я сейчас говорю про Сладдана, да? Ну, да, наверное, я закончу уже, я, наверное, сильно вышла за время. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.